МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Кормовая база сельскохозяйственного производства, созданная Елиаманом Шахановым. Создание смежных производств в Карагандинской области. Шахтер Атлантос 3.0. Молодость литовских футболистов уступила мастерству горнятского футбола. Мы должны приложить максимум усилий для решения самой главной задачи повышения качества жизни населения. Как того требует от нас президент страны Нарсултан Абишевич Назарбаев, заявил глава региона Нурмухаммед Абдебеков на заседание Акимата области по итогам работы в первом полугодии. С докладом по вопросу повестки дня заседания выступила исполняющая обязанности руководителя Управления экономики и финансов Людмила Башарина. Она отметила, что в целом показатели социально-экономического развития за первое полугодие имеют положительную динамику. В рамках карты индустриализации реализовано 4 проекта стоимостью 18 миллиардов 960 миллионов тенге, на которых создано 435 новых рабочих мест. Как отметила Кимобластина Мухаммед Абдебеков, не по всем направлениям работы были достигнуты плановые показатели. Допущено снижение индекса физического объема промышленной продукции. Часть новых производств не вышла на плановую мощность. Недостаточно активно ведется работа по привлечению внешних инвестиций. В ряде регионов снизились показатели пищевой промышленности. Сегодня мы должны достаточно подробно обладать причины, которые не позволяют нам реализовать в полном объеме намеченные меры и выйти на те экономические и социальные показатели, которые были запланированы в рамках пяти регионов на текущий год. Акимобласти подверг жесткой критике руководителей, напомнил об их персональной ответственности за допущенные недостатки и потребовал принять исчерпывающие меры по их устранению. Еще есть время, чтобы исправить ситуацию и завершить год с хорошими результатами. И эти результаты должны почувствовать не только жители городов, но и самых отдаленных населенных пунктов. Если мы будем удерживать данный темп, а это реальная задача, то в 2050 году у нас судебный вес составит 50%. Мало средних. Данная ситуация нам помогает эффективной реализацией программы, потому что как-то бедно, самому городу. Это ближний момент обратный темп. Особое место должно занять безусловное выполнение задач, поставленных в послание президента страны народу Казахстана. Казахстанский путь 2050 – единая цель, единые интересы, единое будущее. Поручение данных главой государства на активе национального плана организации и проведения Экспо-2017. В целом все предпринимаемые меры должны быть нацелены на обеспечение экономического роста и занятости населения. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Вопросом развития малого и среднего бизнеса и созданию смежных производств вокруг крупных компаний в Карагандинском регионе было посвящено совещание, организованное Акиматом области и Казахстанским агентством по развитию местного содержания. На совещание собрались представители компании, недропользователей, системообразующие предприятия и товаропроизводители региона. Сегодня необходимо найти точки соприкосновения между крупным промышленным бизнесом и местным товаропроизводителями. Вступаем в очередную фазу по индустриализации нашего государства. Все эти мероприятия, которые в рамках всех задач, которые связаны в нашем государстве, которые мы проводили в Восточном Казахстане, нашел хороший открыт. На сегодня создан поэтапный механизм создания смежных производств и расширения линейки действующих. Для увеличения аспектов деятельности малого и среднего бизнеса. Заключается соглашение под выпуск будущей продукции этих производств. К таким возможностям уже привязан механизм финансирования через дому по дорожной карте бизнеса 2020. Этот механизм, он действенный. И на сегодняшний момент мы уже с Касынком отработали первый этап. Это первый перечень Касынк нам предоставил. Они предоставили по сегодняшней пяти товарным позициям. Теперь сегодня наше совещание посвящено тому, что мы должны провести такую же работу и с нашими производителями, и с Казахмыс, и НРС, и Арселор, и другими системообразующими предприятиями. Такие отношения уже практикуются с 2013 года с некоторыми крупными системообразующими предприятиями. Это Казахмыс, Арселор, Касцинк и НРС, которыми приобретено товаров у смежных производителей на сумму более 982 миллиардов тенге. Представитель Казахмыса рассказал, что прежде чем развивать смежный производств, ими была проделана огромная аналитическая работа во всему Казахстану. Были исследованы около 60 предприятий в девяти областях страны. Это дало положительные результаты. Кто-то сегодня получает контракты, а кто-то финансирование. Хорошим стимулом для дальнейшего развития смежных производств стало сегодняшнее заключение меморандумов о сотрудничестве между Акиматом Карагандинской области и предприятиями региона. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Сегодня прошла международная научная конференция, посвященная памяти академика, выдающегося ученого, доктора биологических наук Елямана Шаханова, который более 20 лет занимался научной работой по выращиванию кормовых культур. Воспитал целую плеяду учеников в области сельского хозяйства. На научную конференцию собрались представители сельского хозяйства из России и крупных городов Казахстана. Главной целью встречи было обсуждение вопросов кормопроизводства, которые являются связующим звеном между растеневодством, земледелием и животноводством. Именно вопросами этой отрасли много лет занимался академик-ученый Еляман Шаханов. Он сам поистине был выдающийся ученый человек, не жалел себе в этом плане. Поэтому он раньше ушел в жизни. Но есть последователи, которые продолжают его начатое дело. Конечно, сказать человеческую жизнь для науки – это не так большой период. Но тем не менее он оставил очень много ценных вещей для науки. В ходе встречи гости провели экскурсию по историко-культурному центру первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который находится в городе Тимиртау. Они увидели разные экспозиции, в фотографиях могли посмотреть историю шахтерской столицы и города Тимиртау, где лидер нации начинал свой первый трудовой путь. Представители из России были благодарны за теплый прием. Все-таки обмен опытом специалистов двух стран даст положительный результат в области сельского хозяйства. Казахстан и Россия – это две крупнейшие мировые державы, которые обладают огромными пастбищными ресурсами. Здесь огромные площади пастбищ. Это вот наши национальные богатства. И здесь, как нигде, наверное, понимают значение трав, значение пастбищ и их важность для сельского хозяйства. В Карагандинской области большой приоритет отдается развитию животноводства. Также большой упор делается на полевое кормопроизводство, новых технологий заготовки и хранения кормов. Такие встречи с учеными Казахстана и России будут проводиться регулярно. Гульнур Жакен, Улжас Габасов, Бахсиар Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галтек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей Монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб Темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный В Караганде успешно реализуется программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства На сегодняшний день отремонтировано уже 8 домов Всего планируется восстановить около 25 домов старой постройки По проспекту Бухар-Жарау в доме номер 31 был проведен капитальный ремонт по программе модернизации ЖКХ Этот дом наглядный пример тому, какими должны быть дома в Караганде были заменены полностью инженерные коммуникации тепло- и водоснабжение, электроснабжение проведен капитальный ремонт в подъездах Этот дом наглядный пример того, как надо проводить такие капремонты именно по программе потому что обязательные условия установили АТП автоматизированный тепловый пункт с прибором учета полностью заменили кровлю утеплили фасад методом под шубу в подъездах поставили металлопластиковые окна в подъездах также установили дополнительные тамбурные двери для того, чтобы сохранить тепло Смета для этого дома составила 32 миллиона 155 тысяч тенге За весь капитальный ремонт каждый собственник квартир должен заплатить около 500 тысяч тенге В месяц жители будут платить около 4 тысяч тенге Расчет с государством будет идти 10 лет Органы управления не меньше, чем жильцы, беспокоились за качество ремонта Они совместно с жителями составили план модернизации который прошел госэкспертизу Общая масса жильцов довольны Во-первых, нам полностью сделали крышу Полностью электрооборудование поменяли Поменяли все трубы внизу которые проходили горячая и холодная вода Качественный ремонт проделали за короткий срок всего за три месяца Гарантия три года Все жильцы остались довольны ремонтом Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский Заместитель Акима Карагандинской области Жанар Бекбанова с рабочей поездкой побывала в Щетском районе В ходе встречи она ознакомилась с деятельностью нескольких объектов района Первым заместитель Акима области Жанар Бекбанова посетила общеобразовательную среднюю школу поселка Кайрахты Трехэтажное учебное заведение функционирует с 1966 года Оно рассчитано на 126 детей В школе работает 32 специалиста Функционирует 11 классов Спортивный зал С момента постройки школы капитальный ремонт здесь не проводился В этом году из республиканского бюджета было выделено 50 миллионов тенге на реконструкцию здания Скоро планируется начать строительные работы Школа действительно нуждается в ремонте Средства выделены, теперь приступим к ремонту До этого ежегодно своими силами за счет собственных средств проводили легкие ремонтные работы Отрадно, что теперь для школьников будут созданы все условия Следующим объектом посещения стал парк в селе Жумускер Так как здесь проводит свой досуг большинство населения, а это около 1200 человек, необходимо провести ряд работ по благоустройству Самое главное, что вот такие партии к 70-летию Победы в каждом обле появятся Вот шведский район вот такую себе взял на себя обязательство, что в каждом районе В районном спортивном комплексе есть проблемы с кровлей В настоящий момент ведутся работы по устранению неполадок, заверили власть района В ходе рабочей встречи заместитель Акима области Жанар Рустемовна посетила районную больницу В медицинском учреждении в настоящий момент работает только один акушер-гинеколог, что говорит об острой нехватке специалистов В больнице функционирует кабинет УЗИ Жанар Бегбанова поинтересовалась работой родильного дома Отметила, что надо самое пристальное внимание уделить ликвидации младенческой смертности в районе Это недопустимо. Младенческая смертность, когда за 6 месяцев умирает 6 младенцев Уже даже неинтересны, никому не важны причины Важен сам факт, поэтому нужно делать выводы И чтобы такого показателя надо улучшать За каждой беременной женщиной нужен уход, контроль, прямо персональный Затем рабочая группа посетила детский сад Нурдаулет, который был сдан в эксплуатацию в 2011 году Дошкольное учреждение рассчитано на 50 детей В настоящий момент сюда ходят 20 детишек в возрасте от 4 до 5 лет Садик оснащен познавательными кабинетами, столовой С детьми занимаются профессиональные воспитатели В настоящий момент ведется строительство детского сада в поселке Агадыр Рассчитанного на 160 детей дошкольного возраста В завершении рабочей поездки заместитель Акима области Жанар Бегбанова Дала ряд поручений по дальнейшему развитию шведского района Гульнур Жакен, Бахтар Успанов, 1-й Карагандинский Безопасная дорога В департаменте внутренних дел Карагандинской области Подвели итоги второго этапа оперативно-профилактических мероприятий на дорогах региона С 16 по 20 июля текущего года На территории Карагандинской области был проведен второй этап Профилактического мероприятия «Безопасная дорога» За пять дней выявлено и пресечено 3545 нарушений правил дорожного движения Из них за управление состоянием алкогольного пьедения задержано 70 водителей 653 за нарушение скоростного режима 16 за выезд на полосу встречного движения Не предоставление преимущества пешеходам 40 Не использование ремней безопасности 467 Пользование телефона 216 Нарушение правил дорожного движения пешеходами 476 Превышение содержания СО27 Зато, если вы заметили, за пять дней Всеми подразделениями области выявлено всего 16 выездов на полосу встречного движения На этом работа автоинспекторов не прекращается В период с 25 по 27 июля этого года На территории Карагандинской области проводится еще одно профилактическое мероприятие Пьяный водитель-преступник Сотрудниками подразделений административной полиции области Будут проведены целенаправленные отработки территории Приближенных к местам проведения массовых мероприятий и отдыха В том числе кафе, баров, ресторанов, ночных развлекательных заведений Автоинспектор всегда на чеку Вчера карагандинский шахтер в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы Принимал литовский Атлантос Ответная встреча завершилась разгромной победой горняков 3-0 Тренеры обеих команд по сравнению с прошлым матчем Не стали производить изменения в составе С первых минут горняки пошли вперед Было видно, что команды настроены показать свой лучший футбол Несмотря на обилие опасных моментов В первом тайме зрителям не удалось увидеть забитых мячей На старте второго тайма шахтер получил право подавать угловой К вошку пошел Андрей Финонченко После подачи которого штрафной расторопнее всех оказался Михрет Топчагич На 57-й минуте Александр Киров отправил мяч в ворота Галдикаса Но, к сожалению, в эпизоде с голым лайнспин усмотрел положение вне игры Несмотря на это, спустя несколько минут горнякам все же удалось удвоить счет Вышедший на рандеву с ротарем Атлантос Алан Кунспаев отправил мяч в дальний угол ворот Забитый мяч придал уверенности игрокам шахтера Команда прессинговала соперников весь остаток матча Точку матча поставил вышедший на замену Роман Муртазаев Финальный свисток зафиксировал победу шахтера 3-0 Теперь команду ожидает следующий раунд отборочного этапа Лиги Европы Ну что, у нас молодая команда достаточно, ребята старались, претензий никому нет Но шахтер с победой, что они все-таки свое преимущество в опыте и в мощи, наверное, воплотили в результат Хотя я думаю, что 3-0 все-таки не по игре Хочу сказать, что первый тайм у нас не получился После плохого, прямо так скажем, первого тайма Был хороший второй, где футболисты поняли, что играя в полсилы вряд ли можно обыграть Любую команду Где-то собрались и, в принципе, все стало на свои места Второй тайм мы переигрывали полностью и выиграли И счет по игре я думаю Следующим соперником карагандинца в заключительном раунде Лиги Европы будет хорватский хайдук Первая игра пройдет в Караганде 31 июля Ануар Сидрахим, Айдин Джакан, Бахтиар Успанов, первый карагандинский На этом наш выпуск завершен Спасибо, что были с нами Приятных вам выходных Аман Зоу был мздар МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА